Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова некоммерческой организации? Ну, есть во многих странах мусульманские банки, наверное, создали сами для того, что христианские какой-нибудь банки. Я не знаю. Но государство они не имеют отношения, да? Ну, я считаю, что должно быть, как в прежние времена, государство и церковь отдельно. Потому что каждый исповедует свою религию. И если мы создаем государство на основе одной религии, тогда ущемляем права других конфессий. Правильно? Сейчас они отдельно? Ну, постепенно, вижу, сливаются. Где они деньги берут? У них даже банк свой есть. Да? Не знаю. Я не могу на этот вопрос сказать. Я почитаю про вас. Про эту партию. Когда РПЦ начнет жить под 10 заповедям православных? Сомневаюсь я в этом сильно. Сейчас они не живут, да, по ним? Да кто живет сейчас по заповедям? Сейчас нереально это. Они же их проповедуют. Ну, то, что проповедуют, это ничего не значит. Говорить можно все. Это бизнес, да? Это все такое дело, натяжное. Я думаю, что никогда. Сейчас они не живут по ним? Нет. Ну, я думаю, что сейчас время такое, что они отчасти живут и по ним, ну и по светским законам. Ну, они как бы и так соблюдаются. Пытаются, да? Ну, да. Ой, я не знаю. Это я не знаю. Ну, в общем, они соблюдают, нет их? Не знаю. Честно, я даже вот, скажу честно, никогда, во-первых, я был когда-то, ну, не на Дальнем, не на Дальнем, а за Байкале, читая, наблюдал такой храм, я Благовещенский, не помню, вроде да. И бомж подошел, бродяга такой, ну, к попу, говорит, дайте, пожалуйста, ну, помогите там. Он дал ему с такого кошелька большого 10 рублей, хотя была большая сумма денег, и сел в рейндж-рове, уехал. Я думаю, нет, по 10 заповедям никогда не жить не буду, потому что это нелогично, не поверю. Никогда. Сейчас они не живут по ним, да? Нет. Мне кажется, сейчас уже никогда. Сейчас такое время в стране, да, в России у нас, что действительно по 10 заповедям церкви никто не живет, абсолютно никто. А зачем тогда их проповедовать, зачем они этим занимаются? Мы уже так люди настроенные, что в что-то верим. И надеемся, и верим в какое-то чудо, что у нас в России оно произойдет. Но теперь, как бывший коммунист, оно не произойдет. То есть для них это просто бизнес, да? Конечно. Личного, да? На самом деле это бизнес. Сложно сказать, скорее всего, когда все люди так начнут делать, потому что на самом деле я придерживаюсь мнения, что посредник между Богом и людьми не нужен. Средники на чем-то наживаются.